В резерве легионеры. Состав команды нет здесь легионеров. Судейская бригада из Швейцарии. Главный судья, ближайший друг столичной команды Спартак, Сержи Мументалер. Тот самый, который судил в матч в Москве, Нант Спартак. Судьи на линиях Лоран, Ролан, Русис и Бруно. Дело он пропускал на скамейке дома. В предыдущий матч за две карточки. Штрафную. Клюверта не хватает, он высок ростом. Ничего не значит. К этому матчу совсем другая подготовка, совсем другой настрой. Пока... Рональд Дебур и Вичгер, Вичгер вновь ударил. Я бы сказал, небрежно. Аякс атакует. И Литвенен в хорошей позиции. Смотрите, какой молодец Молейна. С 11 метров, по-моему, Литвенен бил. Но всем своим движением он показывал, что будет бить в левый от вратаря угол. Чуть похитрее. Чуть... Ну... Это вот со стороны. Но посмотрите, он показывал, что будет бить в этот угол. И вратарь беструет жестко испанцы. И вот Ван Дерсар. 2000 люксов. Вот, Виссагона. Бабангида по вторую площадку. И опять... Рональд Дебур был. И опять Молейна ловит мяч. Снайдер падает. Мяч. Пас направо. Овермарс. У линии штрафной бьет. Попадает в ногу. Кикая Снайдер. Судья... Одна команда говорит, что ничего не было. Другая команда требует пенальти. Удар. Стенка выручает. Еще удар. И нападающих три защитника. И мощная группа в середине пола. Свисток уже был. Пока. Еще раз отмечаю. Очень грязновато играет. Слева. Отлично. Можно бить. И последний момент. Вновь в мяч не попадает. Центральный нападающий с Сюзи. Сделан с Холтон, Вичге, Литманин и Мусампо. 18 номер Мусампо пока не очень заметен. Фельдман, Волтер, аргентинец Хуан Мариано, португалец Дани. В резерве. И пас на угол к иглу штатной площадки. Почти до самой линии добежал. И числи преимущественных четверо против двух защитников. Удар. Мяч не очень сильный. По дороге задел ногу кого-то из защитников Аякса. И уже обессиленный, что ли, мяч залетел к воротам. И Вандерсар без особого туда поймал. А бил кика. А блин, упал капитан команды. И если он получит травму и покинет поле, это будет... Литманин, кто же будет бить? Затрещал рекламный щит фильма «Хэнон» после мощного удара с Холтона. Треск раздался, даже не знаю, нам с вами слышно было. Комбинация хорошо разыграна. И удар все по делу, как говорится. Ты прыгаешь через защитника, бас назад, удар! И гол! Первая же настоящая атака. И Кико Нарваяс, игрок сборной Испании. После отличной комбинации, где превосходно провелся правый защитник Агилера, забивает мяч. Мне казалось, что мяч кого-то задел. Радамир Антич вышел к ромке поля. 1-0. Хозяева поля. Ну вот, в семи играх он забил два мяча. Кико, которого не хватало наверняка. Антич предполагал, что с первых минут Аякс будет. Еще один угловой. И опять мяч. Очень опасно. И гол! Нет! Но это какое-то чудо. Бомбе Симеона бил почти с линии не вратар. Конечно, ему хочется уйти из команды. Но... Добившись... Кому-то ударит этот дебур, не успевает его, оттесняют. Хороший диагональный пас. Удар головой. Вратарь вышел, но контролировал ситуацию. Ван дер... С листок арбитера позвучал. Что там угловой удар? Еще один. Передача Агилера справа, находящаясь в транслянной площадке. Кико. Ворота пустые, пенальти нет. И гола нет. А футболиста Агилера упустили явную возможность забить второй мяч. Но арбитер не назначил пенальти, дал возможность завершить. Каминера, Бэйбл, Пантиш, Симеона. Ну и отличный двигатель Агилера. Прошел, отбросил мяч назад. И метров слева Хелли номер. Капитан команды Дани Блинт. Третий номер. Удар головой. Прекрасный удар. Гол. Рональд Эбур, играющий сегодня на месте центрального нападающего. Прекрасно в падении. Вратарь Молина допустил, как говорится, элементарную ошибку. Ему нужно было не ловить мяч, а отбивать. Он же пытался поймать его наглухо. И коварный мяч выскользнул из рук и закатился в ворота. Смотрим. Великолепный пас Литманина. Красивый прыжок. Сделал такую выверенную точную передачу. Обыгрывает Мусампа. Мусампа нарушает право. Место слева. Бабангита справа. Штатной площадки падает. Что назначит арбитр. Молина опять. В таких ситуациях опять же с... Пантич. Молоча с точным. Пантич. Ой-ой-ой. Мяч изменил направление и летел в нижний угол ворот. С громадным трудом Ван Дерсар. Снайдер даст... Мяч выйдет. Нет. Сфелман номер два. Пасасат. Бабангида опять падает. И у меня... Мне тоже показалось, что было нарушение правил уже во второй раз. Там и Снайдер падает. Кико падает. Такое... Ну, если там не давать... В той штрафной площадке пенальти, когда ты не уверен. Естественно, арбитр логичен. То и в этой ситуации, когда твердой уверенности нет, вряд ли нужно было назначать пенальти. А может быть, он сегодня решил вообще пенальти назначать. Мы смотрим. Игра выровнялась. Не дает ударить головой. Ногой. Удар сильный от души. Милинка Пантич направил мяч. То ли себе, то ли направо делал передачу. Но сыграл совсем неплохо. Отседа Литманин. Малина отшибается, покидая ворота. Мяч катится в ворота. Но очень медленно. Малина все-таки задел мяч. И поэтому его партнеры полевые... Пантич этот раз не бьет, а делает передачу. Удар головой. Кикка мог стать героем в сегодняшней встрече. Простите. Нет. И здесь вратарь хорошо играет. Ну, Малина только что выручила. Сейчас Вандерсад. Это уже пенальти. Это пенальти чистейший. Мяч. Мяча. Дар. И нет. И нет. Прекрасно играет вратарь Вандерсад. Его обнимает Бабангида. С трудом дотягиваясь до подбородка. Пытался его там поцеловать, что ли. А и Снайдер получил предупреждение. Видимо, Горяча что-то еще и сказал. У Снайдера 21 номер до Ни. А Овермасс падает. Страфтой удар на Иснайдера надо давать. Арбитр не дал. Но вот в баскетболе сейчас не стал ловить, а кулаком отбал. Проладил удар. Не очень сильный, с трудного положения, с разворота. И не точно. Разгневанный сна. Но не будем торопиться. Потому что мяч может влететь в ворота в считанные доли. На несколько секунд. Это Гилера. Мяч побродил по штрафной площадке и вышел из-за предела. Тут уже штрафные. Что еще будет? Добавочный. Итак, Дова Таева. Выявили победителя. Соперника слева. Второй пенальти Арбитр не назначит. Даже если нарушение будет. Страфтой площадку, длинная передача, мяч литверхом. И с большим трудом Малина перехватывает мяч, пущенный под перекладину ворот. Это португалец Дани. И Ван Дерсер вновь спасает ворота. Ну, знаете, как в ревизоре. Тут по-прежнему в поле Каминера. Очень опасная резаная передача. Коффсайд. Эснайдер. Леонардо Бьеджини. Ну, Эснайдер недоволен. Хотелось, видимо, еще поиграть ему. Бьет неожиданно. И... Мяч направо. Удар. Дани в гол. Блестящий гол молодого португальца Дани. Мяч бонзается в девятку под перекладину. Какой красавец гол. Так часто бывает. Несколько не используют возможности одной команды атлетикам. И вот соперник 21-21 гол. Да, он уже выходил. Проведение решающих поединков. Рональд Эбур. Нет, это не удар. Не такой удар. Падает. Арбитр что показывает? Пенальти. Еще один пенальти. Разбег. Удар. И для этого раз в гол. Милинка Пантич. Показывает. Выход один на один. Я не слышал, дал ли орбита раньше свист. Только если он не дал, то это был фол последней надежды. Желтая. Пика. Бейбал. Несильный удар. Райд. Четвертый мяч. Угловой удар у ворот. Прикрывает. Удар головой. Мяч пролетает. На выходе назад по штормовой площадке. Куда не быстро бежит. Еще быстрее летит мяч. Агилера. Положение вне игры. Пантич сбил, находясь в офсайде. Выкидает поле и выходит упорнейшая борьба. И да, да, вот тут мяч рядом был у Пантича. Еще одна передача. Бейбал бьет. Мяч не попадает в ворота. Хотя комбинация была великолепной. Забивать. Гол. Гол. Победный гол Аякса. Прекрасно сыграли эти молодые футболисты. Ну вот теперь показывают радость и другого тренера. Аякс сослужил эту победу. Выдержал в труднейшем, на премьёднейшем матче. Тот кто-то слеповтор. Сегодняшняя вечерняя передача ночной, где мы покажем все. Редактор субтитров А.Семкин